Всем привет, меня зовут Настя и в этом видео тебя ждут нереально крутые лайфхаки для волос. Ты узнаешь как всего за пару секунд сделать сухой шампунь или как быстро приготовить спрей, который сделает твои волосы безумно мягкими и просто идеальными на внешний вид. Ну и конечно же это не все, тут ты найдешь просто кучу полезнейших лайфхаков, так что желаю тебе приятного просмотра и поехали! Каждый раз завершай сушку волос феном холодным воздухом, так ты поможешь волосу установить процесс испарения влаги, зафиксируешь локоны струей холодного воздуха и при быстром охлаждении твоя шевелюра засияет более ярким блеском. Как быстро добавить волосам объем? Возьмем немного теплой воды и морскую соль. Теперь эти ингредиенты хорошенько перемешиваем. Распределяем наш спрей на корни волос, желательно влажные и сушим феном. Это просто идеальное средство для стайлинга, которое помогает за щипенные секунды сделать бомбический объем. Хочешь красивый локон буквально за час без плоки и бегуди? Тогда намочи свои волосы и закрути их вокруг шлейфа на майке. Ждем хотя бы часик и получаем вот такую вот красоту без никакого вреда для наших волос. Если тебя мучает перхоть, то записывай рецепт маски, которая избавит от нее. Возьмем один желток и да, нам еще понадобится теплое пиво, но пить мы его не будем. Так что наливаем к нашему желтку и перемешиваем. Втирайте эту маску в кожу головы и подержите хотя бы 20 минут. Результат вы видите сами. Лично мне надоело, что у меня постоянно нет объема на волосах. Но вот такая заколка сейчас все исправит. Цепляем ее на две верхние пряди и немного посушим феном. Вот так быстро мои волосы приобретают прикорневой объем. Если тебе не нравится внешний вид твоих волос, то сейчас будем это исправлять. Из дорожного набора я беру пустой флакончик. Набираю туда водичку и беру кокосовое масло для волос. Немного добавляю его во флакон и хорошенько перемешиваю. А теперь наношу наш супер спрей на волосы. И как вы сами видите, шевелюра просто моментально становится мягкой, блестящей и ухоженной. Очень часто девушки допускают ошибку, когда таким образом вытирают свои мокрые волосы. Протирайте волосы только так, чтобы они не ломались и не было проблем с посеченными кончиками. Я думаю, ни одно меня бесит торчащие по сторонам волосы. Берем лак и взбрызгнем его на зубную щетку. Зачесываем волосинки назад. Так за несколько секунд мы получаем аккуратную прическу. Сегодня важное мероприятие, а ты по каким-то причинам не помыла волосы? И что делать? Хм, но есть выход. Возьмем пустую баночку и кладем туда ложку картофельного крахмала, соду и порошок какао. Хорошенько перемешиваем наш сухой шампунь. Кисточкой наносим его на корни и руками втираем. Все, от грязных волос не осталось и следа. Опа, я с хвостиком. Но что делать, когда остаются такие залысины? Возьмем немного коричневых теней. И кисточкой по очереди замазываем эти места. Все, а вот теперь идеально. И на этом все. Так что не забывай про свой палец вверх и, конечно же, подписывайся на мой канал. А еще сейчас самое время посмотреть мои другие видео про лайфхаки и не только. И да, помните, я вас безумно люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok